Здравствуйте, я Владимир Сметанин, приветствую в нашей студии директора Центра «Мой бизнес» Владимир Скобелкин, Владимир Гаврилович, здравствуйте. Доброе утро, Владимир, рад вас видеть, рад вас слышать. Взаимно. Завершается 2022 год, пора подводить итоги работы и активно строить планы на будущее, и мы, безусловно, озвучим эти планы. Но для начала давайте коснемся основных результатов работы Центра «Мой бизнес» с начала 2022 года. Какую поддержку, главным образом, запрашивали кировские предприниматели, какие финансовые программы были и остаются наиболее востребованными общий объем льготного кредитования? Давайте по порядку. Ну, если по порядку, значит, мы можем крупными мазками сегментировать все-таки две больших задачи, которые были, есть и будут у Центра «Мой бизнес». Это, с одной стороны, финансовая поддержка, с другой стороны, нефинансовая поддержка. Это два краеугольных столпа, на которых построена вся наша работа в течение всего года. Если мы зайдем со стороны финансовой поддержки, то это 900 миллионов кредитов, которые были предоставлены бизнесу, причем из них почти 460 – это уникальные заемщики, которые к нам раньше не обращались. И о чем это говорит? Это крайне востребованная тема. Почему? Потому что здесь из них практически 70%, даже чуть больше, это кредиты, которые получены по льготным ставкам. Специальная программа, в первую очередь, безусловно, это производство. Это производство, значит, очень активная тема, очень сильно востребована с учетом наших новых экономических условий. И, конечно, вы не поверите, но женское предпринимательство просто набирает оборот. Просто набирает оборот, и тема, наверное, пожалуй, вторая по востребованности. Девчонки очень плотно входят в бизнес, с настроением входят в бизнес, обращаются за поддержкой, и мы с удовольствием с ними работаем. Но финансовая поддержка – это не самое главное. Вторая все-таки не финансовая сторона. И здесь нам есть тоже, чем гордиться, то, о чем говорить. Практически 90 активностей, 90 обучающих программ, встреч, семинаров на площадках центра «Мой бизнес». Мы вспоминаем на секундочку 90 активностей в год, на секундочку в году 52 недели. Да, высокая активность, да. То есть мы практически работаем одновременно, порой на двух площадках, в большом зале и в малом зале одномоментно, по разным категориям. Причем мы стараемся подбирать занятия таким образом, чтобы они были в первую очередь заинтересованы, в нем был заинтересован бизнес. А в этом году мы еще раз переформатировали наш подход, и поэтому сейчас слушатели могут стать практически участниками планов работы в 2023 году. Что мы хотим сделать? С одной стороны, мы пригласили к диалогу опору России, пригласили деловую Россию, пригласили вязкую торговую промышленную палату. Сообщественное объединение предпринимателей. Объединение, которое объединяет предпринимателей. Новая у нас большая активность – это у нас женщины-предприниматели. В ноябре они сформировались. И, соответственно, мы запустили опрос среди бизнеса, непосредственно адресуясь к нашим коммерсантам. Соответственно, когда мы получим ответку, это будет на будущей неделе, мы собираемся все вместе, все большие заинтересованные, руководители больших заинтересованных групп, и подводим итог, что и как мы будем делать. Но по большому счету уже видны, у нас будут драйверы большие, масштабные, годовые программы, внутри которых мы будем наполнять какими-то дополнительными внутренними потребностями для бизнеса. И это нас радует. В этом году мы проучили практически, ну, цифры будут приближаться к трем тысячам слушателей. И нас это радует. По итогам 2022 года. Да, да-да-да. Тема крайне востребована, крайне востребована. Причем она двухуровнева. Значит, если мы работаем непосредственно очно, как говорится, глазки-в-глазки, на площадках центра «Мой бизнес», но мы еще и подключаем сейчас очень активные районы. Очень активные районы, значит, по проводам. Да, те 90-е мероприятия, это ведь не только областной центр, но еще и районы нашей области. Да-да-да, это в первую очередь, это наша, наверное, одна из самых главных задач. Вот мы будем в этом плане очень плотно взаимодействовать с правительством, чтобы у нас все районы максимально подключались к нашим обучалкам, чтобы отдача была, конечно, ну, на все сто. На местах понимают важность вашей работы, способствует тому, чтобы местные предприниматели в районах знали о вас и приходили, участвовали в ваших мероприятиях? Ну, вот один простой пример я готов сейчас привести. Уходящая неделя мы отработали 8 районов, 8 районов области. Это Советск, Пижанка, Верхошижимье, Амутнинск, Слободской, Восточный, Керочепецк. Вот такая активность. И нас везде встречали, потому что везде понимают, что мы приехали научить. Научить бизнес, научить будущий бизнес работать. Самое главное, что есть этот отклик. И на встречу каждого события мы посылаем приглашение принять участие в той или иной встрече по правдам. Мы организуем такую возможность, она у нас есть, и коммерсанты с удовольствием этим пользуются. Что касается объемов финансовой поддержки на 2023 год, как раз сейчас бюджет региона нашего принимается, если пройтись по цифрам, все остается пока в тех объемах, которые в текущем году. Да-да-да, я готов, так сказать, с осторожным оптимизмом сказать, что цифра меняться не будет. Она будет, ну, плюс-минус, будет чуть-чуть колебаться, но эти колебания носят не масштабный характер. Поэтому мы рассчитываем, что мы в 2023 год сформируем хороший план работы, хороший план поддержки бизнеса, и мы, безусловно, протранслируем все денежные средства, которые будут только бизнесом. Учитывая то, как интенсивно увеличивалось количество желающих получить поддержку в 2022 году, конкуренция, получается, будет выше в 2023. Может быть, какие-то новые требования будете выводить, более тщательно будете отбирать? Есть какие-то планы в этом отношении? Ну, скорее всего, здесь будет, каким образом мы введем определенные новации в работу, и нам вот это крайне интересно, чтобы у нас были новые формы работы, вот, допустим, торговая марка. Торговая марка – это мы программу, которую апробировали первый раз в этом году, и вот эта формула зашла, как говорится. В чем суть в двух словах? Торговая марка, значит, мы бизнес представляют самого себя. Они, значит, ну, там, условно говоря, там, компания «Лель» и там еще какая-то под новым брендом «Шус» или еще каким-то образом. Они заходят на этот рынок, мы продвигаем торговую марку, мы ее, значит, узаканиваем, оформляем все соответствующие документы, и уже компания двигается вперед с нашей помощью, с нашей финансовой поддержкой. Значит, и вторая сторона медали, значит, она тоже востребована. В этом году поддержка молодым, мы ее тоже прокатали первый раз. Это грантовая поддержка, они получают грант, значит, при помощи, значит, денежных средств уже по линейке правительства области, но мы их готовим, прежде чем они получают этот грант. И в этом году мы первый раз прокатываем эту идею. Молодежь может получить социальную поддержку, вот социальный грант. И этот грант, он будет невозвратным. Если молодой коммерсант, бизнесмен, не потерял свой бизнес, он сохранил персонал, он сохранил свою работу, поэтому 100-500 тысяч денежных средств – это деньги, которые можно реально получить на поддержку. И, кстати, вот к вашему вопросу, на будущий год мы планируем, что вот это финансирование точно так же будет открыто, и мы тоже будем бизнесу помогать. В целом вы позитивно оцениваете, да, вот это направление работы с молодыми предпринимателями? Самое главное, что оно востребовано. То есть мы оцениваем любое событие, любую активность, которую мы проводим, по обратной связи, почему мы пытаемся на каждой встрече спросить, как зашло, не зашло, понравилось, если не понравилось, что не понравилось, как исправить. И поэтому все наши программы, которые сегодня идут, они, ну я стучу, стучу на всякий случай, они пользуются максимальной популярностью, потому что мы получаем инститиву снизу. Мы не сверху ее насаживаем, мы получаем инститиву снизу и ее отрабатываем. Буквально на днях в центре «Мой бизнес» прошла большая конференция «Маркетплейс 2023». Это такая реальность, которая, безусловно, будет развиваться, ну, коротко говоря, когда бизнесмены предлагают свои товары и услуги на электронных площадках, да, то есть это сайты, куда пользователи, потребители заходят, тоже будете развивать это направление. Вот какой запрос существует. Да, почему эта тема меняется, если, допустим, позавчера мы еще со скептистом относились к телефонным аппаратам, к гаджетам, то сейчас они уже, они как наша составляющая, наша жизнь. Никуда без них. Точно так же электронная площадка. Значит, если вчера мы еще об этом не знали, то сегодня это классический, это шикарный способ продвижения продукции бизнесменов на рынке. И поэтому мы сейчас максимально тратим внимание именно вот этой проблематике. Кстати, у нас уже в программах, в предварительных программах на будущий год обучалки эти снова заложены, потому что интерес очень высокий, и мы хотим помочь бизнесу выйти со своей продукцией, со своими услугами, со своими товарами на рынок уже за масштабы региона, чтобы, как говорится, мы вчера обсуждали на этой самой конференции, получить на выходе, что X2, рост бизнеса X3, а даже в 2-3 раза, а даже был один интересный пример, у него было X50, который вышел на уровень 1 миллиард рублей, но это не в Кирове. Это какой-то, видимо, очень уникальный продукт. Ну вот теперь у нас, по крайней мере, у нас есть лидер, у нас есть, за кем тянуться, у нас есть, на кого равняться, и бизнес будет этим пользоваться. Ну, безусловно, это драйвер такой развития, да, серьезный. Ну, спасибо, что тем самым вселяете надежду в наших предпринимателей, не только из Кирова, но и из районов области, надежду на то, что клиент будет, потребители будут, будут развиваться все и, собственно, будут достигать новых, более высоких показателей. И со своим пожеланием, возможно, новогодним у вас, со своим пожеланием новогодним, возможно, у вас есть желание обратиться. Ну вот, наверное, это самое яркое будет новогоднее пожелание. Я желаю каждому бизнесу на всех наших учебах взять от наших спикеров, от наших лекторов такое количество знаний, сколько они смогут для себя принять, сколько они смогут впитать, максимальное количество. И самое главное, чтобы на выходе у них был бизнес X2, X3, а может быть, даже X50 роста бизнесу в новом году. Благодарю вас за эту беседу, Владимир Скобелкин, директор центра «Мой бизнес». Всего доброго, удачи. Спасибо, спасибо за замечательные вопросы. Очень приятно, Владимир, спасибо за поддержку и до свидания.